Украли деньги, вынесли телевизор, нахамили. Это о визите государственных исполнителей в квартиру председателя городского союза предпринимателя Александра Шармара. Правда, то, что к нему пожаловали именно госслужащие, а не бандиты, предприниматель узнал позже. Когда в его дверь постучали, Александр был уверен, что открывает соседу, а вбежали какие-то двое молодчиков и женщина, которые утверждали, они пришли к должнику КП «Вода», который обязан уплатить около тысячи гривен. И не показав никаких документов, утверждает Шармар, кинулись забирать имущество. Я отошел немного позвонить, я стоял возле телевизора. Один из них схватил, а двое блокировали, начали меня отталкивать, и он вынес телевизор из квартиры. Деньги вот с этого стола в сумме 840 гривен и 4 гривны еще такие бросили меня сюда на стол, типа, вот мы тебе оставляем. Я говорю, это деньги на пропитание и так далее. Значит, брал вообще вот этот неизвестный человек, который в конце концов представился случайным прохожим. И я обнаружил, что деньги пропали. 6,5 тысяч и 2 тысячи, которые передавал мне один предприниматель, передать другому лицу. И уже на пороге, говорит Александр, женщина ему показала удостоверение госисполнителя. Однако мириться с таким поведением служащего предприниматель не стал. И главным образом, потому что должником себя не считает. Хотя признается, в привычном смысле этого слова за коммунальные услуги не платит. Во-первых, потому что не заключал договор с КП «Вода», а публичный договор не признает. Во-вторых, потому что дал поручение банку расплачиваться с коммунальщиками за счет советских сбережений. В-третьих, и это самое главное, должником по документам оказался вовсе не Александр Шармар. Этот долг был написан и судебный приказ на Шармар Алину Александровну, которая в природе не существует. Юрист КП «Вода», который отказался комментировать ситуацию на камеру, рассказал, другое имя – обычная писка. А деньги должен все-таки Александр Шармар. Сейчас в ходе судебного процесса, в котором предприниматель пытается оспорить факт признания его должником, эту ошибку уже исправили. Сам же Александр Шармар уверен, другое имя – уловка. По его словам, он уже неоднократно отбивался от судебных приказов, которыми коммунальщики пытались заставить его платить. Из-за так называемой ошибки он своевременно не получил судебный приказ и не смог его оспорить. Специалисты Харьковской правозащитной группы подозрений Шармара не разделяют. Говорят, практика показывает, что часто известие о долгах люди получают из-за путаницы, которая царит в абонентских отделах коммунальных служб. Судебный приказ, который как форма взимания долгов через суд, существует с 2010 года. Суд на основании документов, предоставленных коммунальщиками, принимает решение без участия неплательщика. Но после, в течение 10 дней, должен известить его о принятом приказе, чтобы человек мог его оспорить при необходимости. Если же произошла ошибка, то снова надо действовать через суд. Он должен для начала обратиться с заявлением в исполнительную службу, обратиться в суд, который издал этот судебный документ, приказ или решение судебное, с тем, чтобы ему выдали на руки, чтобы остановили исполнение. И если исполнительная служба действует, все-таки продолжая действовать, исполнять судебный приказ или любое судебное решение, которое не относится к этому конкретному человеку, значит, есть процедура жалобы на незаконные действия судебного исполнителя. Тоже нужно обращаться в суд. Александр Шармар сейчас через суд и оспаривает незаконный, по его мнению, приказ. Кроме того, он обратился в исполнительную службу и милицию с требованием открыть уголовное производство против работников, которые действовали, по мнению Шармара, незаконно. Саму исполнительную службу Ленинского района инцидент с Александром не комментируют. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.